итак дорогие друзья готовимся к пятому уроку вот может сейчас устанавливаем аппаратуру сзади тора древа жизни для тех кто за нее держится это один из самых известных отрывков из притчи тора древа жизни для тех кто за нее держится и я сегодня читал интересного с утра обычный комментарий что это тора древа жизни для тех кто за не держится для тех кто изучает тору это как древо жизни там у них есть потомство много там все такое а те кто ее поддерживают тору так он будет счастлива то есть у него будут деньги в основном так понимали этот я всю жизнь жил с таким объяснением самым главным теперь сегодня прочитал другого вообще объяснение что тора древа жизни для тех кто за нее держится имеется ввиду что есть люди у которых очень сильно их злое начало им мешает идти к торе и тора как бы от них убегает она как бы от них убегает и они за него держатся как и и удерживают а есть люди которые просто тору поддерживать это для них настолько естественно это их природа тора ну то есть тора служение богу это для них вот вообще очень естественно и просто и поэтому они как бы ее поддерживает он просто будет счастлив то те которые а а с хайми и древо жизни для тех кто держится за тору то есть у них больше награда так как он преодолевает свою плохую природу то то ему награда он во первых на этом теряет силы ему бог дает как древо жизни как дополнительную жизнь как как точно компьютерная игра вот я жизнь выиграл жизнь а ну вот вот такая вот идея была хорошо друзья все кто там присоединился яков шатанин наш бессменный зритель директор портала воикра молодец яков все как ты все успеваешь и портала воикра и вешили учиться и в общественной деятельностью заниматься и все успеваешь еще урок мишли смотреть вообще яков шатанин всем пример мы сейчас продолжаем изучать первую главу первую главу а значит первая глава мы изучаем и в первой главе есть у нас мы остановились на девятнадцатом отрывке продолжается объяснение до этого было как злодеи уговаривая честных людей делает злодейство это было до этого момента до 18 отрывка а сейчас девятнадцатый отрывок сообщает нам царь соломон шлома мылах сообщает нам очень важное правило дико важное правило невероятно важное правило которая которая ну прям касается каждого из нас значит написано так девятнадцатом отрывке кэн архот коль боцея беца также пути всех а вот бецэя бецэ это жаждущих наживы алчных то есть люди которые ну есть люди которые хотят заработать все хотят заработать говорит слома мэлах что что человек так устроен что и надо мэтвы хотим этого трубы до чека даже когда он умирает то и половина из того что он хотел нет в его руке а так как на все нужны деньги то нормально люди хотят зарабатывать люди хотят больше зарабатывать люди хотят быть богатыми в принципе тора нам тоже говорит что что справа от торы это долголетие а слева от торы это ошер вековод богатство и почет и даже бог хорошо относится к богатству потому что он сказал еврейскому народу когда выходили из египта пойдите возьмите займите золото серебро и выйдите барахуш году с большим имуществом и даже когда бог хотел он обратился шломом элаку царю сламону в самом начале он ему говорит что ты хочешь говорит ошер нехасим кого то есть бог сам предложил ему эти вещи значит бог считает это хорошим значит он считает это хорошим то есть это естественно но пишет здесь шломом элак мишли это как работает мир это как программное обеспечение кенур ход кольбуцея бетса он пишет пути каждого кто жаждет наживы это нефеш балов и к заберет это душу своего хозяина что это значит есть два два объяснения первое объяснение что когда человек жаждет наживы то он начинает угнетать других людей он готов украсть он как тому говорить что рубамбе овак гэзель выкулямбе лошадара мьют бы орает меньшинство грешит в разврате большинство большинство грешит в гэзель до грабеж то есть ты тут недоплатил тут ты взял больше тут и ну то есть это очень серьезные все вопросы но дальше говорит шломом элак что тот уйдет по этому пути и он реально алчный такой прямо он все время думает то он может потом и ограбить и убить то есть это как бы идет уже следующее продолжение а это первое второе объяснение что человек который сильно думает о деньгах он это забирает все его силы его нефеш вся его натура она стремится в этом направлении если известно начинается шелха норох о том как надо как надо служить богу и как ты должен вставать утром и как ты должен рано вставать идти на шахарит на утреннюю молитву и желательно даже ночью вставать в полночь и он говорит он говорит значит шелха норох что если бы ночью тебе надо было на заработки ехать и бы встал ну встал бы так что-то на служение богу ты не можешь стать и в другом месте в мишли он говорит сломом элак что если вы будете искать божественное знание если вы будете искать тору как а им к кесов ты вообще но если вы будете как вы серебро просите как вы стремитесь за серебром вы будете искать тору божественное знание и если вы к макму ним так по цену если вы как сокровище будете ее искать как люди за сокровищами там уезжают куда угодно копают там все он горит аставин и рад ашем тогда ты даже и рад ашем сможешь понять вы даты лаким тимца и познание бога у тебя будет то есть ты поймешь как мир устроен это то что было со шломом элаком когда царь соломон ему бог обратился ему в пророчестве во сне ему говорит что ты хочешь ошер ты хочешь богатство не хасим имущество может быть ты хочешь кого-то почет может ты хочешь нефиш айвейха то есть ты можешь души твоих врагов хочешь власть чтобы ты был самый сильный я тебе все дам он ему говорит нет я хочу только божественную мудро знать как ты управляешь миром бог говорит собери это и с этим он получил все остальное то есть тот человек который искренне стремится к торе вот те кто приходят на уроки к нам те кто изучают тору те кто потом повторяют заходят на портал воикра там есть мишли уроки эти есть ссылочка прямо мишли уроки и повторяет это еще раз и те кто распространяют тору это называется искать близости к богу как серебро так это награда за это вы даты лаким тимца то есть ты будешь знать как бог управляет миром а если ты знаешь как бог управляет миром то ты все свои дела потом решишь очень быстро и бог тебе будет помогать но здесь пока мисс мы начинаем только изучение мишли это все дальше будет чуть вперед забежал так вот 19 пасук также пути каждого кто жаждет нашивы и тнэвэш балавы как заберет это душу своего хозяина двигаемся дальше двигаемся дальше двадцатый пасук хохмот бахуц то тарона значит все продолжается бодер то все пошло все сейчас подключаемся это были временные сбой сейчас мы подключаемся и сейчас будет очень пасук который без молдива не поймешь вообще я гарантирую вот без молдива не поймешь даже сразу не поймешь двадцатый пасук в первой главе он показывает насколько насколько мишли зашифрованные вообще зашифрованной информации значит 20 отрывок звучит так хохмот бацу бахуц то реду значит хохмот божественной мудрости до мудрость знаний ну знания до хохмот снаружи таро таро на это напевает что за какая какие мудрости наружи напевают какой наружи день и напевает бараха вот тетенкула на улицах дает свои голоса дает свой голос то есть мудрость на она вначале снаружи напевает потом на улице дает свой голос потом дальше что она делает 21 пасук брошку бьет текра во главе умеет сбора народов взывает текра это как воикра от слова ивазвал и значит и последняя бепетхей шаарим баир амаре томер и возле входа в ворота в городе сказания свои произносит как понять вообще непонятно теперь объясняет нам малбим и когда если изучать психологию то тогда понятно вообще о чем идет речь значит первый этап вот человек что-то хохма это то что он получил снаружи он узнал какое-то знание если он узнал какое-то знание и он просто его услышал это знание его не стало она просто прошло сквозь его временную память сквозь его мозг вот просто прошло пролетело как летят сейчас вот эти вот лайки просто услышал сейчас как вы меня слушаете в одно ухо влетает другое вылетает в одно влетают другого летать теперь но хохмот бахут стороны но когда берешь какие-то слова цепляешь их и начинаешь их произносить напевать то ты эти слова держишь в своей временной памяти достаточное время чтобы они провалились постоянную память это то о чем говорит шлома мэллах что слова торы нужно чтобы их кашрем аль гаргора тэха когда ты их повяжешь на свое горло к тв мальну ахлебеха ты их запишешь на скрижалях своего сердца то есть своего подсознания когда ты берешь хохму и начинаешь ее напевать произносить как уча тору напевают произносят то ты держишь эти слова в своей временной памяти и они оп и проваливается на жесткий диск то есть мозг фиксирует их они тебе нужны дальше дальше идет следующий этап бараховод тетенкула дальше ты должен на улице уже встретить двух-трех друзей и в голос им рассказать то что ты выучил то есть ты им объясняешь рассказываешь раз рассказал второй это уже сложнее одно дело когда ты напеваешь полученную информацию другое дело что ты объясняешь ее человеку это уже идет обработка ее более серьезная включается уже логика ответы на вопросы и так далее но у тебя на жестком диске эта информация прописывается еще лучше дальше когда ты смог уже бараховод тетенкула то есть ее можешь в голос рассказать на улице следующий этап барош умеет текра тогда ты можешь взывать ты выходишь и начинаешь проводить тренинги то есть ты уже взываешь эту хохму громко рож умеет ты во главе собрания народа и ты значит проводишь уже выступление выступаешь говоришь деврэй тараза с шаббатным столом то есть ты уже эту хохму можешь передавать от себя и только когда она прошла проверку что ты уже можешь влиять на людей и у тебя есть эта сила тогда ты идешь куда питхэй шарим баир значит входы в ворота города кто сидел в конце мишли есть песня эшетка аль мимса кто найдет доблестную жену и там есть слова такие но даба шарим баала бешифты им зикны арец известен в воротах муж ее он сидит там с зикны арец со старейшинами мудрецы мудрецы сидели возле ворот города это у них там было как ну такой съезд старейшин они там сидели курили кальян и тогда выходит этот который на рынке выступала говорит здравствуйте старейшины хочу свои слова вам сказать они говорят но послушаем и тебя типа ты уже на уровне это о чем говорится в двадцать первом по сути б петхэй шарим баир у входа в ворота в городе сказание и будут произноситься тогда он выходит он уже реально можно назвать его это его знание он уже кругом он поднялся на четвертую ступень овладения знания дальше 22 отрывок 22 отрывок обращение идет потом к простым опять людям которые слушать этого не хотят и к ним тогда обращается царь соломон от имени бога и говорит от мотай он говорит 21 пасук до каких пор он говорит наивные то им того пути до каких пор наивны вы будете любить свою наивность что значит любить свою наивность масс-медиа вот обычно народ о чем говорит это как детстве лепит а у нас квартире газ а у вас а у нас водопровод вот у нас сегодня кошка родила вчера котят а ты смотрел сериал там петровна то петровна фигня смотрел там универ слушатом такая песня была и вот вот такой вот просто детстве лепит и он говорит до каких пор он говорит наивные вы будете любить свою эту самую свою наивность волосим лацо лацон хамду лаем а другие есть которые такие насмешники они говорят универ фигня и петровна фигня и тора фигня и это все насмешники они над всем смеются такие они говорят мы смотрим самую крутую передачу comedy club и слушаем этого слепакова слепакова мы слушаем а он над всем смеется вообще классно этого идти называется насмешники то есть насмешником они все отрицают таки из теп kijken да и он им говорит хорошо наивные до каких пор вы будете любит наивность стептики до каких пор вы будете любить свою нас насмешничество до хотеть его ук целим и снуда есть третья категория целим целим это грешники которые знают что есть стар о знают что есть бог знают, что есть истина, они такие умные люди, но они соним, они ненавидят познание Торы, потому что они понимают, что это их ограничивает, они понимают, что это запрещает им идти по вожделениям их сердца, но они умные люди, но они говорят, я ненавижу эту Тору, я ненавижу мудрецов, я ненавижу всех людей, которые доказывают, что это правда своей жизнью, И они называются ксилим, грешники, и они соним, они ненавидят дат, ненавидят познание Тору. И Шлома Амела к этим трем категориям обращается. Он говорит, ну вы наивные, ладно, да, вы наивные, сейчас заканчиваю. Вы наивные, вы насмешнете, насмехаетесь, вы ксилим ненавидите. Он говорит, хорошо, а что дальше-то будет? Дальше будет, вот к ним обращаются. Он говорит, вернитесь к моему наставлению. Он говорит, я пока вам объясняю, как обстоит дело. Просто вдумайтесь, послушайте, посмотрите, почитайте портал Ваикра, купите книжку, в этом есть человек, уроки по Каэлит, там Шлом Амела объясняет, что в итоге ждет человека. То есть не избежишь ты ни от наказания, ни от смерти, ни от пустоты, ни от разочарования, все равно не избежишь. И он говорит, послушайте мое увещевание, я вас пока по-хорошему увещеваю. Вот я обращаюсь к вам, он говорит, я к вам сейчас обращаюсь пока словами. Бог вначале человеку обращается словами, он его предупреждает. Он предупреждает, он как желтый сигнал светофора, предупредил. Он говорит, я свой дух направляю к вам, то есть свое намерение остановить вас от греха. Я, говорит, сообщаю вам своими словами, по-простому словами сообщаю, как все работает и что есть. Да, нужно себя в чем-то ограничить, да, нужно сделать какие-то действия. Но в итоге-то ты идешь по светлой дороге, дорога света, добра, простоты, понимания, вечности. А если нет, давайте посмотрим, что будет, что будет дальше. Яэн, он говорит, вдумайся, я к тебе взываю. То есть стора, она к вам взывает, к каждому из нас взывает. Яэн, он говорит, карате, ваты майну. Он говорит, ну вы же отказывались. Бог говорит, я протягиваю к вам руку, нет того, кто слушает. Шесть человек слушают, тут два, восемь. Восемь человек слушают, а чем остальные занимаются? Капец какой-то, да. Это же, я просто перевожу, это царь Соломон, мудрейший из людей. Бог через него взывает каждому из нас, прям во икра мы портал назвали, и возвал, да, и возвал, прямо, Бог взывает к каждому из нас и говорит, послушай, послушай, стой на правильную дорогу. А он говорит, и вот, говорит, яэн карате ваты майну. Он говорит, вот смотрите, я к вам взывал, вы отказывались. Протягивал руку, не слушали. Он говорит, не хотели вы ни советов моих, ни моих обращений вы не слушали. Это как, ну вот было, есть эпохи, когда евреи, у них все было хорошо, например, в Германии, там, в Польше, когда власть захватили в Советском Союзе, свобода, Америка, когда приехали в Америку, начало века, свобода, когда никто вообще ничего не скажет, и что дальше было? Дальше была катастрофа, и дальше об этом написано. Также я буду, когда вам будет страшно, я буду над вами смеяться. Это Бог говорит в Мишле, первая глава, 26-й посуг. 26-й посуг, кстати, имя Бога, Юткей Вавкей, 26. 26-го отрыва говорит, также я, когда вам будет страшно, буду с вами играть. И когда, то есть страх, это интеллектуальный страх, что будет дальше? А пахот, это когда человек реально, ну вот он в ужасе, он уже видит, что приходит ужас. Бог говорит, что я буду тоже над вами насмехаться. То есть все мера за меру, как вы ко мне, та мера, которую человек меряет, меряет ему. И дальше, в 27-м, по сути, прям есть это слово, шоа. Когда придет шоа, когда придет на вас расплата, такая конкретная расплата придет на вас, как шоа придет вот это пах дыхем, ваш ужас, и ваш страх ваш покроет. И когда придет на вас цара настоящая, выцука, то есть есть разница между страх, ожидание неприятности и самой неприятностью. И ожидание неприятности может длиться очень долго, и оно мучительно. Сама неприятность, она длится, ну там, страдания, она длится меньше, но она больная, но страх и ожидание еще больнее. Это то, что была там страшная темень, которая спустилась с 30-х годов до конца войны, там, до 45-го. Это было страшно, то, что они пережили, наши предки. Бог говорит, аз, тогда, 28-й послуг, аз, вот прямо написано, икрауныни, будете вы взывать ко мне, вело эйне, а я вам не отвечу. Кто будет взывать? Те, кто знали про Бога, те, кто отошли от Бога, они знают, как молиться. Они еще учились в хейдерах, они учились в ешивах, и они сбросили с себя шаббат, кашрут, все сбросили с себя. А потом, когда приходят на них ужасы цара, все обращаются к Богу. Когда их бросали коммунисты те же в тюрьмы, те, которые первые коммунисты евреи, потом их следующие коммунисты бросали в тюрьмы, убивали там и так далее, они, а, взывали, как же так? А Бог говорит, а вот так, и не отвечал, написано в 27-28 послуг. И шахрунени, искали меня, вылоимся вынени, а те, которые меня не знали, когда не на кого положиться, когда те, на кого не полагались, власть, полиция, убивают еврея на улице, стоит рядом полицейский, смотрит, убиваете, погромы, все это, вообще не вмешивались. И он не на кого, то есть те, в кого вы верили, цивилизация, там, милиция, полиция, власть, человеческая доброта, гуманность. Ни одна страна не впускала евреев, детей еврейских Америка не пускала. Мы сейчас говорим, вот там Америка, друг Израиля, не пускали, они могли спасти всех. Что такое для Америки было принять 200 тысяч немецких евреев? Ничего не приняли, не приняли, и тогда фашисты увидели, что никому евреи не нужны, начали убивать. Даже Америка, друг евреев, которых прямо друг-друг, никакой он не друг, только Бог, только Бог, можно полагаться на Бога. И Бог говорит нам в 28 по сути, из тех, которые знали меня и взывали ко мне, я вам не отвечу, потому что я к вам взывал до этого, столетиями я к вам взывал через Тору, не отвечали. А те, которые меня будут искать, вот в этот момент, меня нету, вы меня вытолкнули, я ушел из мира. Такат, такат, 29 по сути, потому что сану даат, ненавидели вы познание, это ксилим, вот эти ненавидели познание. И бояться Бога вы не выбирали, вы боялись всего чего угодно, бедности, темноты, глупости, всего угодно, а Бога вы не боялись? Все, он говорит, нету меня, нету, как автобус с атеистами разбился, упал в пропасть, и ангелы спрашивают у Бога, а что с ними-то делать? Они же атеисты, они не верят. Бог говорит, ну скажите, что меня нет, все, нету меня, ничего с ними не делать, исчезают. Все, дорогие друзья, мы пока дошли до 29 по сути, до 29 отрывка, все неприятности происходят с людьми, с евреями, особенно с людьми со всеми, из-за того, что ненавидели даат, ненавидели познание, не хотели учить Тору, и прямо разошлите своим друзьям, скажите, что те, кто не хотели учить Тору, капец, из-за того, что они ненавидели познание Тору, и не выбирали бояться Бога, а боялись начальства, чего угодно они боялись, все неприятности из-за этого приходят, значит, но дальше есть очень все позитивно, дальше есть последний, я вам сразу перескочим, давайте в последний отрывок, 33 отрывок первой главы, Вешумели и Шконбета, тот, кто слушает меня, говорит Бог, он будет жить в безопасности, вообще будет у него все хорошо, Вешанан, Випахатра, и мало того, что он будет сейчас жить в безопасности, так у него и страха нет за будущее, он знает, что Бог всегда о нем позаботится, и я желаю, чтобы Бог о нас заботился, о вас заботился, все, кто выбирают страх перед Богом, и боятся только Бога, чтобы не было никаких других страхов в жизни, чтобы 40 лет Бог кормил манам еврейский народ в пустыне, каждый день выпадал, тренировал, все, значит, будет день, будет пища, тот, кто полагается на Бога, не будет у него недостатка ни в чем, коферим, рашувы, раеву, даже львята, они бывают, что без еды, те, кто ищут Бога, у них не будет недостатка ни в чем, все, друзья, всех благословений, удачи, пока, пока.